Оптимизация в действии. В селе Топиловка Черкасской области теперь будет только младшая школа. Родителям остальных детей депутаты посоветовали найти спонсоров. Чем все закончилось, узнаем от Станислава Кухарчука. В червне нам сказали, что может школу закрыть, но остаточного решения нам не говорили. Отличница Юля, как ее одноклассники, в этом году не пойдет в школу в своем селе. Их переводят в соседнюю за 5 километров. До 2010 года школа была на балансе сельсовета, а потом ее передали Чигиринскому райуправлению образования. С тех пор это уже вторая оптимизация. Вначале забрали детей с 9 по 11 класс, теперь всех остальных. Останутся только начальные. Закуплено умывальничек для детей около туалета, закуплены обои на детский садочек на игровую комнату. Все это купили за счет родителей и спонсоров. Никто до последнего не верил, что школу закроют. Вот и готовили классы к новому учебному году. Но районные депутаты, которые приняли такое решение, оказались непреклонны. В районном отделении образования директору объяснили, на Топилевскую школу нет денег. Нам сказали, отчукуйте деньги. Ну, если хотите, чтобы была школа, отчукуйте, чтобы вам спонсор допомогли отримать вас. Это же чиновники от образования сказали и нам. Содержание обходится слишком дорого. Госубвенция позволяет тратить на одного ученика 14 тысяч гривен в год. А в Топилевской школе эта сумма достигает 40. С районного бюджета выделить додатковые деньги еще уже не возможно. Оскільки район является майже на 90% дотационным. И денег в районном бюджете не足ит. Принятое решение депутата Чигиринского райсовета могли бы отменить на последней сессии. Но поскольку ни родители, ни директор дополнительных источников финансирования не нашли, этот вопрос даже не рассматривали. Так что 1 сентября в Топилевскую школу пойдут учиться только самые маленькие. Станислав Пухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер. Черкасская область.